МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Лаврентий Берия". Имя Наркома внутренних дел стойко ассоциируется с жестокими репрессиями, массовыми расстрелами и сотнями изнасилованных женщин. Это с одной стороны. С другой стороны, Берия создатель атомного проекта, образцовый менеджер и чуть ли не потерянный шанс державы. Два взгляда на одного человека, два разных подхода к истории. Попробуем разобраться в жизни и смерти товарища Берии. В 2003 году актеру Владимиру Щербакову позвонили с Мосфильма. Голос на том конце провода произнес фразу, которая стала для артиста судьбоносной. Владимир Александрович, мы подозреваем, что у вас портретное сходство с Берией. Так Владимир Щербаков впервые сыграл Лаврентия Берию. Роль в фильме «Моя причистенка» была эпизодической, но актера заметили. На сегодняшний день на счету артиста уже 20 ролей Лаврентия Павловича. А вы хорошо представляете себе, что значит сейчас отвлечение средств от насущных нужд фронта? В какой-то момент я понял, что это судьба, и надо мне знать об этом человеке все. То я перелопатил всю литературу, все документы, которые можно, до которых есть доступ. Чем подробнее актер изучал документы, тем отчетливее понимал. Лаврентий Берия – самая неоднозначная фигура в политической игре Сталина. К такому же выводу пришел и российский режиссер Карен Шахназаров. В 2012 году он снял фильм «Белый тигр», посвященный событиям Второй мировой войны. Перед съемками Шахназаров подробно изучил биографии главных героев сталинской эпохи. Мне кажется, в нашей историографии очень однозначном вошел однозначный фигур, так сказать, некого карателя, так сказать, и такого черного какого-то соблазнителя, актрис. В последнее время появляются исторические исследования, которые более объективно уже говорят. То есть фигура – это то, что называется исторически очень сложное. Конец 1926 года. Лаврентий Берия назначен руководителем ГПУ Грузии. Ему поручено вести дело у клонистов националистической группировки, решившей добиться вывода Грузии из состава Советского Союза. Берия лично руководит арестами, одновременно избавляясь от политических конкурентов. Здесь же, в Грузии, он впервые проявляет себя и как успешный управленец. Сажая и расстреливая неугодных одной рукой, другой Берия вытаскивает республику из средневековой нищеты и безграмотности. Берия развивал национальную экономику и промышленность Грузии, так, что она оказывалась встроена в общесоюзную экономику, тем самым усиливая интеграцию Грузии с большой страной. Осенью 1938 года Иосиф Сталин вызвал Берию из Грузии и назначил его наркомом внутренних дел СССР. Сын известного партийного деятеля Георгия Маленкова рассказывает. В первую очередь Берия избавился от своего предшественника. Ежов был арестован в кабинете отца Берия и моим отцом. Значит, и сразу же после этого была объявлена амнистия, так что вот, причем очень широкая. И были официально отменены противозаконные методы допроса и так далее. Жестокий каратель с одной стороны, эффективный управленец с другой. Так как же в одном человеке совмещались злодей и гений? Начало 40-х. Ученые США готовят испытания ядерной бомбы. Сталин обеспокоен. Советский Союз проигрывает в гонке вооружений. Атомная проблема. Когда для Советского Союза, для России ликвидация атомной монополии Соединенных Штатов была вопросом в прямом смысле этого слова – жизни или смерти. Вождь народов снова бросает Берию на передовую. И тот берется за дело со свойственной ему хваткой. Он оставлял двух специалистов в кабинете, говорил, у вас сейчас времени, вы должны выработать единое решение. Если два коммуниста за час не могут договориться между собой по вопросу, имеющему жизненное значение для нашей страны, значит, это не коммунисты, а враги народа. И они договаривались. Историки рассказывают. Берия руководил жестко. Не брезговал шпионажем, арестами ученых, контролировал каждый шаг создания бомбы. Но этого требовали обстоятельства. Иначе Советский Союз еще долгие годы не смог бы провести испытания. Воспоминания канадского летчика, который в 44-м, по-моему, году, или в 45-м, привез из Канады обогащенный уран в колбе, в саркофаге. И встречал его ЗИС-110, когда летчик спросил, а кто там, кто был в машине? Ну, сказали Берия. Вот так, собственно, началась атомная бомба. Берия понимал. Для прорыва СССР необходимы ученые из немецких ядерных лабораторий и их разработки. По его распоряжению, в захваченном Берлине развесили объявление о том, что все мужчины мобилизуются на разбор завалов и захоронение трупов. Освобождаются только обладатели ученых степеней. И немецкие профессора явились для регистрации. Так у Советского Союза появились лауреат Нобелевской премии Густав Герц и физик-изобретатель Манфред фон Орденне. Симпалатинск был создан благодаря Берии, на котором как раз в 49-м году, 29 августа, и была испытана атомная бомба. И все же историки настаивают. Деятельность Берии в годы войны, как и все другие события в судьбе этого политика, нельзя оценивать однозначно. То, что он был человек, как все они, кстати, как все это поколение, жесткое, прошедшее горнило гражданской войны, видевшее смерть, не очень ценившее жизнь человека, способное, так сказать, на, что называется, на всякое, это очевидно. А вот другой исторический факт. Через год после начала войны Иосиф Сталин замечает, в авиационной и танковой промышленности страны провал. В начале войны, особенно, у нас самолеты могли взлететь, не могли стрелять, или там могли стрелять, не могли взлететь. Вот этот перекос сначала пытался исправить Молотов. Но Молотов не справлялся. Уже в 46-м начнутся расследования и аресты по так называемому авиационному делу. За решетку попадут руководители авиационной промышленности и высокопоставленные генералы ВВС. А пока Сталин дает поручение Лаврентию Берии навести порядок самолетостроения. Его деятельность тут же дала о себе знать. То есть, как бы, самолеты стали взлетать и стрелять, и бомбить, и выполнять свои прямые предназначения. Точно так же, как и с танками было. Середина 50-х. По официальной информации, Лаврентий Берия арестован и должен предстать перед судом. Именно тогда впервые всплывают информации о том, что соратник Сталина причастен к репрессиям и массовым расстрелам. Вдобавок, Берию обвиняют в измене коммунистическим идеям. Но самое неожиданное, товарищ Берия предстает в образе сексуального извращенца и маньяка. Ну там же дико. Вот там, понимаете, Берия, значит, ходил по улицам, досматривал красивых женщин, хватал их, везли к себе в дом и насиловали. Берия был, ну, настолько громкий человек, звонкий. Если бы прошел по Москве слух, что он хватает женщин и насилует, очереди бы женщин выстроились, чтобы он какую-то схватил. Сексуальный маньяк. Это, пожалуй, самый популярный ярлык из тех, что когда-либо приклеивали к фамилии Берия. Если верить слухам, нарком СССР не только похищал и насиловал женщин, но еще и убивал их, а потом с особой изощренностью избавлялся от дел. Кидал их в ванну с серной кислотой и их растворял. Или другая мадемуазель, так сказать, весьма почтенного возраста рассказывала, как Берия после того, как изнасилуют, кидал женщин в камни-дробилку и там перемалывали. Если бы на Малой Никитской работала бы такая камни-дробилка, ее бы было слышно на ВДНХ. И все же, если эти истории выдумка, откуда в уголовном деле появился список из двух сотен женщин, объявивших себя любовницами Лаврентия Павловича? Все они работали на Берию, как информаторы или агент разведки, утверждают историки. Давая показания о своем бывшем шефе, ни одна не пожелала признаться, что промышляла доносами с ту качеством. Как ни пытались современные историки, но доказать удалось существование лишь одной любовницы Лаврентия Берии, той, которая родила ему внебрачную дочь. Остальные легенды о его сердечных и сексуальных похождениях очередной миф. Так кто же так старательно дискредитировал товарища Берию? Согласно официальной версии, Берия был арестован на своей даче 26 июня 1953 года группой военных во главе с маршалом Жуковым. В этот же день Лаврентий Павлович был выведен из состава ЦК КПСС и исключен из партии. Через полгода, 23 декабря 1953 года, его расстреляли по приговору специального судебного присутствия Верховного Суда СССР как агента иностранных разведок. Официальная версия она не выдерживает никакой критики, хотя и утверждает, что там чуть ли не 45 томов этого уголовного дела в отношении Берии. Но после 26 июня 1953 года никто Берию живым не видел. Современные криминалисты называют уголовное дело Берии невероятным абсурдом. Масса нарушений. В нем даже не было отпечатков пальцев обвиняемого и фотографии в профиль. Их и не могло быть, утверждает автор книги Берия «Преступления, которых не было» Елена Брудникова. А на каком основании снимать у Берии отпечатки пальцев? Могли, конечно, снять кого угодно, но фотографию сделать было невозможно. У меня только одно объяснение. Он был мертв и тело сожжено. Так что же произошло на самом деле? В марте 1953 года умирает Иосиф Сталин. Разворачивается негласная борьба за власть. Из реальных претендентов с одной стороны Георгий Маленков и Лаврентий Берия, с другой партийный босс Никита Хрущев. В чем конкретно была задумка непосредственно Никита Сергеевича, никто сказать не сможет. Он сам никогда не говорил. Так кто же окажется у руля огромной державы. В конце 1952 года состоялся 19-й съезд ЦК КПСС. Однако большая часть его протоколов была уничтожена. И все же историку Юрию Мухину удалось восстановить некоторые подробности этого события. партия был этот орган Политбюро. На 19-м съезде этот орган управления страной был упразднен. Его не стало. Вместо этого органа стал президиум для управления собственно партией. Вот съезд так постановил, теперь у партии есть две задачи пропаганда и кадры. Политбюро, а вместе с ним и Никиту Хрущева лишили власти. По странному стечению обстоятельств вскоре Иосиф Сталин умер. Современные историки утверждают, что его отравили. Похоже, подозревал это и ближайший соратник вождя народов Лаврентий Берия и начал свое тайное расследование. 26 июня 1953 года, когда Берия прибыл в Кремль, у него в портфеле лежала записка с просьбой КЦК дать санкцию на арест Игнатьева, который был тогда начальником охраны Сталина. мы знаем. А Игнатьев был человеком Хрущева, который в свое время перетащил его из Украины. Вот. И если бы пошли навстречу Берии и разрешили оставать Игнатьева, то следующим бы, кого арестовал Берия, был бы Хрущев. Он это прекрасно понимал. Лаврентий Берия также начал активные преобразования в экономике и политике страны. За 112 дней у власти в тандеме с Маленковым он объявил очередную политическую амнистию. Передал ГУЛАГ в управление юстиции, выступил за самостоятельность республик. Хрущев, конечно, был интриган, но не настолько он был умен. Это уж я точно вам могу сказать, потому что я его хорошо очень знал. Просто дело в том, что после смерти Сталина Берия стремился быть первым в действительности любой ценой. Увлеченный реформами Лаврентий Берия в конце концов проморгал момент, когда его предали самые близкие соратники. По одной из версий даже Георгий Маленков отрекся от него. Современные историки уверены, у Берии не было шансов. Ему подписали смертный приговор. Он был просто убит 26 июня. Был убит в своем доме на Малой Никитской. Прямо из крупнокалиберного пулемета дом был расстрелян. Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, кто отдал приказ устранить Лаврентия Берию. На тот момент это было выгодно и жизненно необходимо одному человеку. Очевидно, Берия был главный соперник Хрущева и на него был удар. Сталина отравили, Берию расстреляли. А что сказать народу? Как скрыть исчезновение самых одиозных советских личностей 20-го века. На Сталине они не могли тогда, так сказать, в 53-м году особенно оттоптаться ни Хрущев, ни Маленков, ни Молотов, ни другие. Не могли. Еще, как говорится, не остыла всенародная скорбь по усопшему вождю. И Хрущев предложил вам, а давайте сделаем, что мы его арестовали, и вот теперь дело, и так это все проведем, как будто бы заговор был. Так Никита Хрущев и его команда сфальсифицировали уголовное дело в отношении Берии и подтасовали исторические факты. Это уже была хорошо отработанная схема, которую в свое время Берия сам успешно использовал для устранения своих политических конкурентов. Он был фактически расстрелян без суда и следствия, и на самом деле это было вообще преступление. Сегодня исследователи предлагают пересмотреть историю с другого ракурса. Один из биографов Сергей Кремлев даже написал книгу «Если бы Берию не убили, вечная память» и назвал наркома утраченным шансом державы. Фактически при Берии Грузия получила совершенно новый облик. И глядя на то, что Берия встав в начале 30-х годов и пребывая примерно 6-7 лет во главе Грузии, что он сделал Грузии, мы можем представить, что Берия сделал бы, если бы он оказался, ну скажем так, во главе Советского Союза. За Кавказье в 30-е годы. Грандиозное строительство дорог, жилья, университетов. Но мало кто знает, что с учетом местных климатических условий, опытный управленец сам составил списки культур, которые в республиках выращивают до сих пор. Когда мы идем на базар, и спрашиваем абхазские мандарины, надо помнить, что это именно его заслуга, что там появились такие гигантские сады. Об этом не писали в советских учебниках. Но когда Лаврентий Берия руководил Грузии, он фактически из руин поднял местную футбольную команду. Уже перед войной Тбилисская Динамо стала футбольной командой всесоюзного уровня. Да, Берия как бывший чекист патронировал именно общество и все остальные виды спорта, физкультуры Грузии развивались. Еще один малоизвестный факт. Знаменитые семь сталинских высоток в Москве были построены по эскизам Лаврентия Берии. То есть все вот эти башенки и так далее он от руки нарисовал, набросал и потом уже там создали проект и так далее разработали. Так кем же был товарищ Берия? Кровавым диктатором или эффективным менеджером? Современные исследователи считают, Лаврентий Берия человек своей эпохи, карьерист, ни в чем не перечивший вождю, жесткий руководитель, не щадивший подчиненных и непревзойденный организатор. А мог ли он действовать иначе? Сегодня все больше документов из архива КГБ теряют гриф совершенно секретно. раскрываются новые подробности из жизни известных деятелей Советского Союза. И кто знает в каком образе предстанет перед нами Лаврентий Берия еще через несколько десятков лет? Кровожадным монстром или гениальным топ-менеджером великой страны? Пока ясно одно. Знаменитого наркома погубила созданная им же система. Редактор субтитров Корректор А.Егорова